Привет, друзья! Сегодня на канале Капитан Герман буду вести рубрику «Я» и рубрика будет про природу. Как вы знаете, мы находимся вот уже три или четыре месяца в Панаме, и это не только потому, что карантин по всему миру, это еще и потому, что нам здесь нравится. А сегодня как раз я расскажу вам, почему здесь нравится мне. Это одна из самых прекрасных природных экосистем, в которой мы в данный момент живем. И может быть будет один выпуск, может быть будет два выпуска или три, в зависимости от того, сколько мы наберем разных животных, насекомых и интересных растений и птиц этой местности. И сегодня мы начнем с муравьев. Как мы недавно обнаружили, тут огромные колонии муравьев живут, и это муравьи-листорезы. А если погуглить, то можно о них узнать просто какие-то невероятные вещи. Муравьи-листорезы, которые вы сегодня будете наблюдать, тут у нас их в Марине много, огромное. Вот как раз одна из тех колоний-миллионников находится где-то вот здесь, под всем этим садом. И там около 8 миллионов особей, по весу они как целая корова, и листья они режут и носят не для себя, а для грибницы, которую они выращивают. Муравьи-листорезы, они же грибководы, а имя семейству Акта, оказались одни из наиболее эволюционно продвинутых представителей мира беспозвоночных животных. Этому виду муравьев от 10 до 25 миллионов лет. Они населяют только Южную и Северную Америку, и нам посчастливилось быть свидетелями их быта и жизни. Они единственные наряду с людьми, термитами и короедами организмы, которые способны к сельскому хозяйству. Для муравьев Акта характерен тесный симбиоз с грибами, базидиомицетами, которые они выращивают на пережеванных листиках и пережеванных цветочках, которые они носят бесконечно в свою нору. У нас в Марине мы обратили внимание на их тропы. Они выглядят как настоящие огромные автомагистрали шириной около 10 сантиметров, и там поток, ну я не знаю, наверное, особей 20 в ширину. И движение по этим магистралям происходит нон-стоп в любую погоду, и в дождь, и в ветер нон-стоп. Если на пути появляется упавший лист или какой-то другой завал, то в течение считанных минут к месту прибывают муравьи-полицейские и организовывают других муравьев расчищать этот завал. Происходит это быстро, очень слаженно, и они перемещают какие-то невероятные массы. Мы с Сережей, посмотрев, как это все происходит, решили им устроить эксперимент. Накидали шишечек, накидали семечек и сделали им такой как раз хороший дорожный затор. Посмотрите, как быстро и решительно они расчищают эту кучу. Буквально 5 минут, и дорога свободна и чиста. Проследив за ними по их маршруту, мы обнаружили и сам муравейник недалеко от входа в марину. Интересно, что пути муравьев уходят далеко за пределы марины, и прогулявшись, мы увидели, как это происходит. Они идут вдоль дороги и только по белой разметке. То есть, чтобы не быть задавленными автомобилями и так далее, их магистраль проходит ровно по белой разметке. Мы с Сережей удивились, зачем они ходят так далеко, когда столько деревьев прямо вокруг муравейника. Но потом, когда я почитала всякую информацию про них, оказалось, что у них генетически заложен такой сценарий, чтобы они не убили деревья все вокруг своего муравейника. Это очень круто, потому что с таким количеством срезаемой листвы, которая происходит, конечно бы двор марины остался бы из единого дерева очень быстро. Поскольку, как мы тоже узнали, оказывается, они перерабатывают около 20% всей листвы, всех деревьев. То есть, представьте себе Амазонский лес, например, и 20% листвы перерабатывается этими муравьями. Муравейник, входы в который вы сейчас видите, это целый подземный мегаполис до 6 метров в глубину и около 15 метров вокруг. В этом муравейнике и происходит компост около 20% всей листвы вокруг. В каждом таком муравейнике есть одна самка-королева. Это именно она и основала эту колонию. Будучи еще молодой и крылатой особью, она берет из своего домашнего муравейника чуть-чуть спор грибницы, собирает их в специальный карман под ртом, а также на поверхности своего тела она несет специальные бактерии, чтобы помочь размножаться грибнице и защитить ее от паразитов и грибков. И живет в отдельной капсуле абсолютно изолированно, никогда не выходя на поверхность. Про этих королев Атта ходят какие-то невероятные легенды в интернете. Почитайте и скажите нам, что вы думаете о телепортации королев Атта. Есть куча информации в интернете, мы не можем понять, то ли это правда, то ли это вымысел. Все ссылки мы оставим в описании, а вы пишите нам комменты, что вы думаете на этот счет. Но кроме муравьев здесь есть еще невероятно много разных интересных животных. И следующие в нашем списке пеликаны. Как вы знаете, вы, может быть, уже видели из Сережиных фоток или наших других видео, пеликанов здесь много, они живут прямо возле Марины, они охотятся и рыбачат. Каждое утро мы под утренний кофе за этим наблюдаем, какие они ловкачи. Иногда учат детей этому, вообще восхитительное зрелище, огромные классные птицы. Эти симпатяги во взрослом возрасте имеют белый хохолок и бурое оперение, а лапки и клюв у них темно-серые. Детвора выглядят немножко по-другому, они более такие посветлее и однотонные. Живут эти ребята тут по соседствах, в манграх вокруг Марины, а охотятся прямо у нас между лодками. Охотятся целыми днями и иногда выбирают в качестве своего временного убежища лодки, на которых давно не было людей. Это можно заметить по количеству каках на этих лодках, ну и по количеству, собственно, пеликанов, они возвращаются туда каждый день. Охотятся они целыми семьями, как правило, штук по семьях в группе, и учат детвору тоже группами. В основном они охотятся уже во взрослом возрасте как минимум по двое, но никогда не поодиночке. Социальные ребята. Большую часть их рациона составляют мелкие рыбехи и всякие ракообразные, которые водятся прямо под поверхностью. То есть они сильно глубоко не ныряют, они ныряют только так, чтобы точно достать. В отличие от других видов пеликанов, бурые пеликаны очень круто ныряют, они заходят на посадку по спирали и резко бросаются вниз с высоты где-то 2-3 метра и глушат тем самым рыбу. И что удивительно, кажется, что они невероятно тяжелые, но на самом деле они легкие, и мало того, у них в груди есть специальный отдел, которая такая буферная зона, которая их защищает от удара. Как бы пневматическая подушка. Взрослые особи пеликанов весят обычно около 3 килограммов, иногда 3,5, в зависимости от упитанности. Хотя по виду кажется, что он будет весить намного больше, но именно я так понимаю, что из-за воздушных пневмоподушек и такому пушистому оперению, кажется, они выдают желаемое за действительное. Они глушат рыбу ударом и подхватывают клювом. Иногда попытки оказываются неудачными, и соседние олуши у них тырят рыбу, которую они поймали. Интересный факт, что в 60-х годах популяция этих прекрасных птиц сильно сократилась. И когда ученые начали разбираться, почему, оказалось, что это из-за широких применений пестицидов в сельском хозяйстве на побережье, люди боролись с саранчой, комарами, москитами и так далее, а пестициды смывались в море, попадали в рыбу, а поскольку пеликаны питаются этой рыбой, в итоге накопительным эффектом оседали в большом количестве в организме пеликанов, и пеликаны не могли высидеть свои яйца, потому что эти пестициды, они нарушали кальциевый обмен, и шкарлупка яиц просто была мега хрупкая, и они не могли высидеть свои яйца. Это очень грустная история. Но сейчас в современном мире эти пестициды уже запрещены, и так широко не применяются, то есть у пеликанов все в порядке, они могут высидеть свои яйца, и как мы видим вокруг, популяция у них тут будет здоровья. И вот однажды, какой-то там прекрасный день, увидели, что пеликан идет прямо по нашему пирсу, прямо к лодке, и стоит, и никуда не уходит. То есть это необычное поведение для дикой птицы. Мы подошли, попытались его спугнуть, он не хотел уходить. Я поняла, что что-то не так, ну, обычно животные дикие приходят, если это только за помощью к людям. И мы начали искать, с кем связаться. Связались в первую очередь с Серхи, он очень такой толковый, помогает глава департамента безопасности Марины. И такой толковый дядечка, короче, позвали его, и он начал гонять этого пеликана. Пеликан спрыгнул в воду, уплыл там буквально на несколько метров, но потом начал такие страшные какие-то штуки вытворять. В общем, мы поняли, и вернулся обратно, вылез, вернулся к пирсу, и его подхватили, вынесли на пирс, и, собственно, как в фильмах, мы его решили укутать, чтобы он не видел происходящего, чтобы не нервировался сильно, не расстраивался. И вызвали, позвонили, нашли номера, службы спасения диких животных в округе. Тут есть еще птичник, он тоже прислал своих людей, но, к сожалению, пока мы ждали, когда приедут эти люди, пеликан внезапно умер. Умер? Да. У меня на руках. Это было очень жалко, больно, неприятно. И не знаю, зачем Сережа решил про это рассказывать. Это жизнь. Ну, короче, это жизнь. В общем, пеликана не успели спасти, к сожалению. Ребята, как вы знаете, мы тут живем и находимся прямо вот в национальном парке со всей этой живностью. Это пеликан и муравьи, это не единственное, с чем мы столкнулись. Еще к нам на днях приплыл маленький вот такого размера черепашонок. Черепашонок явно нуждался в помощи, потому что в Марине он находиться не должен. Они вылупляются где-то там на островах, на песчаном берегу, а потом против течения, против лом потихонечку выгребают и живут, как мы уже выяснили, как раз на этих колониях, как они называются? Саргасовые. Как раз на колониях саргасовых водорослей. И этот черепашонок находился в каком-то непонятном состоянии, он был живой, но абсолютно не шевелился, просто как поплавочек плавал. А поскольку пеликаны и остальные птицы и рыбы нашей Марины, он стал бы для них просто легкой добычей, мы решили, что его надо спасти. Мы его зачерпнули в ведерко, накидали ему саргасовых водорослей, в которых, как нам сказали наши знакомые океанографы, они обычно отдыхают. И до следующего утра он у нас ночевал на лодке. На следующее утро, когда я выбежала с утра, прям в 6 утра бегом проверить, как у него дела, у него было все в порядке, и он уже шевелил лапками, не сильно активно, но по чуть-чуть, особенно когда там воду потормошишь. И, как нам сказали наши знакомые океанографы, его уже можно было выпускать, но где-то там больше снаружи, и где есть, собственно, вот эти скопления саргасовых водорослей, потому что это то, где черепашата отдыхают. Еще нам сказали, что это редкий вид черепахера, и не надо сильно расстраиваться, если у него не получится что-то в жизни, потому что до взрослых выходят, наверное, 1% из кладки яиц. Но мы сделали все от нас зависящее, чтобы этот черепашонок продолжить свой жизненный путь, надеюсь. Но мы его выпустили, короче, с Мартиной съездили, все было классно. Я надеюсь, что у черепашонка будет happy life and long. Ну вот, друзья, у нас очередной выпуск подошел к концу, и есть у меня для вас одна небольшая новость. Тут так орут эти цикады. Это вечерняя песня. У нас есть для вас очень крутая новость. Со следующих выпусков наши друзья дали нам в использовании музыку. Dika Music, ссылочка будет в описании на SoundCloud. Это современные крутые треки диджеев, которые... Электронщина. Электронщина, которые, ну реально, вау, нам нравятся. И теперь мы сможем использовать их в наших видео. Поэтому видео станут еще круче. Дима, спасибо тебе огромное за... Лайк за подборочки. За подборку, которая реально офигенная. А не забывайте подписываться. Дине писать комментарии. Она очень переживает и очень волнуется по поводу, заходит ли вам вот эта наша эко-рубрика. Пишите... Сережа бы сказал, главное мне заходит. Да, главное мне заходит. Но, тем не менее, пишите, чтобы поддержать морально Дину, чтобы она и дальше хотела делать вот это вот. Все связанное с природой, потому что это только ее ответственность. Ко мне все вопросики. К ней, да. Друзья, проверяем подписку, проверяем колокольчик. Обязательно лайк, потому что это то, что развивает наш YouTube-канал, и он становится круче. И, внимание, нас уже почти 100 тысяч. Почти 100 тысяч. Поднажмем. Поднажмем, поднажмем. Все, до встречи через несколько дней. Пока. Пока. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok